приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами поговорим о пасхальном меню на пасху поговорим о том какие блюда ни в коем случае нельзя готовить на пасху чтобы не привлечь неприятности в свою жизнь и так друзья все далее более подробно а прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео в комментарии напишите я магнит для денег истина да будет так также хотим всех поблагодарить за донаты которые вы нам отправлять друзья нам очень приятно итак друзья 5 мая все мы с вами будем отмечать великий церковный праздник светлую пасху пасха это главный христианский праздник для каждого православного человека который символизирует надежду на духовное возрождение и конечно же к светлой пасхи к светлому воскресенье у мы с вами готовимся заранее потому что этому празднику предшествует великий стру строгий пост который мы с вами стараемся соблюдать добрые поступки проводить в порядок свои мысли пишем планы желания и конечно же у нас с вами есть последняя неделя перед великой пасхой которую мы должны подготовиться обязательно сделать генеральную уборку в доме конечно мы с вами готовимся к пасхальному столу конечно же после 40 дней великого поста на стол мы на принято было раньше готовить аж 40 разных блюд но сейчас уже такие такие такого вот изобильного застолья никто не устраивает как это делали наши прабабушки или даже бабушки конечно же главное чтобы на столе присутствовали самые главное наверное вот даже обязательные атрибуты светлого христового воскресенья это друзья с нами кулич пасха крашеные яйца а вот во сколько же можно разбавляться на пасху пост который мы уже с вами соблюдаем верующие заканчиваются в полночь накануне праздника пасхи и с момента символического открытия священникам дверей в храм и в этом году у нас с вами это случится в ночь с 4 на 5 мая и в час 30 в церкви начинается торжественная пасхальная литургия после ее окончания это в каждой церкви это может быть чуточку по-разному где-то у кого-то в 3 у кого-то 4 а у кого-то даже и в 5 утра прихожане разглавляются кусочком пасхи или кулича а также крашеным яйцом и знаете до сих пор есть такая традиция овсяной кисель конечно же во многих храмах где-то 8 30 утра воскресенье все приходят повторно утренняя литургия для тех кто не был в храме ночью и после причасть причастия можно начинать у нас на вами начинается пасхальная неделя или еще ее называют светлая седмица обращаем ваше внимание что если вы никогда не были на пасхальной ночной службе рекомендуем ее посетить она особо и если вы обратите внимание в эту ночь происходит очень интересные события душа человека то есть человек находясь на службе да она очень длинная она тяжелая и вы знаете попробуйте выстоять хотя бы половину это очень важно для многих людей но давайте вернемся к нашему пасхальному столу какие же блюда для начала должны быть обязательно на пасхальном столе и так первое это пасхальный кулич это напоминание о хлебе который апостолы оставляли для иисуса христа и как правило пасхой принято украшать веточками цветами бусинками и чем красивее будет пасха тем знает тем приятнее будет лакомиться в это в так и будут приятнее есть и конечно же все мы стараемся сами приготовить пасхальный кулич он должен состоять из натуральных продуктов в том числе из пшеничной муки окно вы знаете она должна быть именно самого хорошего качества яйца сливочное масло сахар конечно же мост хозяюшки старается использовать изюм цукаты различные орехи у каждого это конечно же свой рецепт конечно же на столе должна быть и паска и и готовят из протертого творога сливочного масла сметаны сливок яиц сахара и вы знаете у каждой хозяу хозяюшки это свой секрет приготовления вот такой пасхи также можно использовать изюм цукаты варенье цедру и опять же повторимся у каждой хозяйки это своя вкусняшки то есть это будет свой определенный вкус и конечно же с кулича обычно начинается пасхальная трапеза когда каждый член семьи отламывает по кусочку и обращаем ваше внимание что кулич кулич уже мы начинаем сами готовить в среду и обязательно перед приготовлением кулича должно быть у вас хорошее настроение для того чтобы кулич действительно получился вкусным далее четверг мы приступаем уже к самой выпечки пекут пекут конечно разных размеров здесь все зависит от того какая семья также стараются если детки есть и маленькие печь пасочки и очень важно именно чтобы кулич был высоким также сверху стараются украшать глазурью посыпать сахарной пудрой считается что если выпечка получилась удачной то в будущем году все в доме будут все благополучные члены семьи будут жить в достатке в изобилии и вы знаете есть еще и творожная пасха такая вот блюдо достаточно вкусная которая также готовится специально к светлому празднику пасхи и творожная пасха как правило готовится в виде пирамидки специальной форме и она состоит из четырех дощечек и на внутренних сторонах которых вырезают буквы х и в это такое вот приветствие до иисуса христос еще как правило можно вырезать кресты колья ростки и цветочки и когда вот творог прессуется в этой пасочнице то вырезанные силы а вырезанный символ оставляет отпечатки на пасхи достаточно очень красиво и аппетитно далее что еще обязательно должно быть на праздничном пасхальном столе ну конечно же крашенки и из давних времен яйца это считался символ жизни и наши предки когда-то красили именно в красный цвет как вариант в темно-оранжевый потому что это правило это как символизировал кровь иисуса христа вообще-то сама традиция красить яйца на пасху знаете она такая очень очень древняя как и сам праздник почему она связана с марии магдалиной в евангелии прописано что явилась она к римскому императору чтобы ему сообщить о воскрешении иисуса христа и когда император усомнился в сказанном мария магдалина взяла в руки яйцо принесенная в дар со словами христос воскрес и против протянула императору и к узумлению правителя не было предела в его глазах потому что яйца в этот момент окрасились в красный цвет в какой-то степени пасхальные яйца они символизируют и новую жизнь и вот каждый оттенок имеет свой смысл конечно же как правило на пасхальном столе яйца бывают разных цветов но основные из них это синий это зеленый это фиолетовый коричневый лиловый зеленый цвет как правило это все символизирует весну желтый это солнышко но и конечно же обращаем ваше внимание что главным все равно остается красный цвет и пасхальная традиция бить яйца за праздничным столом в этот момент один человек держит яйцо носиком вверх а второй старается разбить его носиком яйца которые будут находиться в его руках но если крепкое яйцо означает что человек имеет сильный характер и считается что у человека чью яйцо останется целым удача будут на протяжении всего года аж до следующей пасхи также одна за интересных народных примет которая существовала на руси говорила нам о том что если утром умыться водой в которой накануне красили яйца то человек будет счастливым и здоровым на протяжении года и конечно же окрашенные яйца и куличи по нашим традициям принято дарить друг другу на пасху и знаете в какой-то степени это действительно так потому что приятно знаете вы идете несете не пасху а кто-то взамен вам дарит даже интересно посмотреть у кого красивее у кого на вкуснее и так далее как правило традиционные яйца раньше же не было такого вот изобилия именно пищевых красок и красили яйца именно луковой шелухой цвет получается такой знаете красно-коричневый в зависимости сколько вы продержите продержите в луковой шелухе конечно можете добавить воду для варки например натуральный кофе и при этом цвета яиц получается от розового до коричневого можно куркуму использовать она выкрашивает в золотистый цвет а вот если вы будете использовать листья шпината то будут зеленые яйца будут в один такой вот красивый зеленый цвет яйца как вы знаете называются крашенками конечно вы сейчас магазинах вы сами можете купить любые пищевые красители с различными картинками узорами приготовить на пасху яйца разных цветов также вы можете наносить любые волшебные узоры создая создавая настоящий шедевр но обращаем ваше внимание что как правило красят яйца в чистый четверг ну и конечно же интересно когда же в этом принимает участие не только сама хозяйка ну а также вся семья ну и конечно же в светлую субботу вместе с куличами с творожной пасхой освещают церкви а затем с дарят родным и знакомым кроме вот этих трех главных продуктов конечно же которые считаются атрибутом пасхи готовят и другие разнообразные блюда конечно же все мы стараемся чтобы на праздничном столе были и мясные блюда холодные закуски это может быть и буженина и холодец домашняя покупная колбаска горячие блюда это мясо запеченное в духовке жареная свинюшка или говяжьи ребрышки фашированная курица опять же у каждого семьи есть свои традиции также обращаем ваше внимание что в старину а вот голос новая пасхального стола была к старорусская кухня и это были выставляли на стол рыбью икру сельдь овощи это были в вареники в качестве горячих блюк подавали гречневую кашу да да была гречневая каша с бараньей мясом говядина с репой удочка уточка с медом гусь жареный с можжевельником и так далее из напитков это как правило были кисель сбитень вино ну и конечно же закуски всегда были на праздничном столе это было знаете как вот без этого никуда также авиасалаты это уж конечно насмотрение каждого потому что у каждого семьи по-разному в семье накрывается то что меню может быть составлено по разному на опять же выбор обратили внимание что должно быть кроме того должна быть еда должна быть на столе обильно вкусно но помните о том что те кто соблюдали пост необходимо соблюдать умеренность и постепенность потому что кстати стол обычно накрывает белой скатерть и обратите на это внимание давайте поговорим о том что не должно быть на праздничном столе первое друзья это жирная вот прожаренное хорошо мясо дело в том что если у вас проблемы с кишечником с поджелудочной железой то после окончания поста старайтесь на протяжении хотя бы пару дней не есть все вот это жареное острая потому что это наносит очень сильный вред вашему организму далее не стоит мясо запивать каким-то крепким алкоголем потому что помните все-таки не стоит пьянствовать на пасху лучше поставить на стол как горы и возможно пример обойтись одним бокалом домашнего вина также и таким образом это не будет вызывать сильного опьянения и из безалкогольных напитков подойдут соки морс компот здесь конечно на ваш вкус также постарайтесь воздержаться от газировки и сладкой сладких всевозможных газированных лимонадов постарайтесь из праздничного меню исключить виски коньяк водку и другие крепкие напитки далее давайте уделим немножечко внимание рыбе дело в том что на саму пасху или постепенно нужно идти постепенно да это касается рыбы копченой рыбы соленая рыба дело в том что если вы постились то вы должны понимать что копченая рыба колбаса мясо именно копчености да могут вызывать аллергию кроме того копченые продукты содержат продукты горения которые повышают риски возникновения всевозможных болячек кроме того пас после поста организму сложно справляться с такими вот деликатесами и к сожалению праздник может закончиться в больнице лучше всего запеки возьмите и можно запечь рыбку до в духовке или при этом готовьте как к вариант домашние рыбные котлеты на пару далее салаты с майонезом помните о том что именно все жирное отражается на вашей печени и на вашей поджелудочной железе поэтому лучше воздержитесь от таких закусок хотя бы еще пять-семь дней замените майонез например на сметанку также не рекомендуем кисломолочные продукты их нужно вводить постепенно на 3 4 день после пасхи также можете приготовить салат с большим количеством масла свежих овощей как вариант сделайте какую-то овощную нарезку также пожалуйста не объедайтесь сладкими конфетами жирными тортами с сахарным печеньем потому что ограничились вот просто куличом он не такой все-таки сладкий чем вот в чем вот те сладости которые сейчас у нас продаются в магазинах и в супермаркетах также не стоит на пасху есть чипсы сухарики это неуместно на светлом по таком вот великом церковном празднике кроме того это может спровоцировать и гастрит любая острая любая острая копчу сильно копченая жареная пища должна быть исключена приготовьте лучше как вариант бутерброда из черного хлеба сваренный например курочкой с листиком салатик это намного вкуснее и полезнее даже сытнее помните пожалуйста об также обращаем ваше внимание что на пасху принято целоваться и и чаще всего знаете такое слово как христос христос воскрес до который адресовано родственникам и близким людям а вот с незнакомцами все-таки целоваться не стоит не забывайте приветствие христос воскрес и в ответ воистину воскрес также это сопровождается тремя поцелуями а молодые люди первыми обращаются с приветствием к старшим таковы наши традиции теперь друзья вы знаете какие продукты не стоит есть на пасху по крайней мере в первый по в первый день особенно если вы соблюдали великий строгий пост сами как всегда с вами как всегда друзья был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно в комментариях друзья напишите и слова благодарности высшим силам ангелу-хранителю тем людям которые на данный момент с вами возможно вас поддерживают или помогает помните о том что очень важно друг друга поддерживать друг другу помогать и тогда вашей жизни действительно будут и изобилие и достаток и благополучие друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ уже друзья услышимся буквально в следующем видео